Дорогие зрители, я вас приветствую! Сегодня мы рассмотрим стабилизатор напряжения под брендом Prime Plus. Его производит тот же самый производитель, что и стабилизатор Vector Energy. Но Prime Plus это уже считается самый высокий сегмент, премиум сегмент, класс в стабилизаторах. Тут более дорогая начинка, более дорогая комплектация. Гарантия тут уже от 3 лет начинается, которую производители планируют увеличивать. Мы его сегодня рассмотрим, потому как достаточно новые аппараты. Не так давно они всего год или два на рынке. Рассмотрим, как они реагируют и что в них есть. Хотелось бы сакцентировать внимание, что уже здесь это электронный стабилизатор напряжения. И в отличие от того же, например, Vector, там даже Lux серия, то здесь уже используются не тиристорные ключи, а тиристорные модули. Что позволяет стабилизатору удерживать перегрузки практически в два раза. Это одно из таких огромных преимуществ по сравнению с другими аппаратами, как и Vector, так и других брендов. Prime Plus стабилизаторы, они уже идут 16-ступенчатые, с диапазоном 115-275 Вольт. В принципе, такой диапазон, как у Lux, но у него есть еще тоже ряд характеристик, преимуществ. Значит, если у вас входящее напряжение вписывается в 115-275, от 115 до 275, то на выходе у вас будет 220 Вольт, плюс-минус 4%, это примерно 10 Вольт. До 10 Вольт может быть погрешно. По нижнему пределу он будет работать до 80 Вольт, там сработает отсечка. И по верхнему до 295 Вольт, так же сработает отсечка. Если будет, например, от 275, это рабочий диапазон, до 295 Вольт, ваше входящее напряжение, 295 отсечка, он будет все равно стабилизировать, но уже будет с большей погрешностью. 220 Вольт плюс здесь, а может 15, 20 Вольт примерно выдавать. Но стабилизатор не выдаст все равно при таких условиях не более 245 Вольт в любом случае. Так как он электронный, то скорость срабатывания у него 20 мс, и шаг стабилизации примерно 8-10 Вольт. То есть, если у вас напряжение опустилось, он будет поднимать по шагу плюс 8-10 Вольт вверх, плюс-плюс-плюс-плюс-плюс, но с очень высокой скоростью, всего лишь 20 мс. Еще одной хорошей, отличительной особенностью стабилизаторов Prime Plus является то, что они работают со сварочным аппаратом. То есть, если у вас подключен в режиме стабилизации работает аппарат, то после него можно подключать сварочник, ничего с ним не будет, он нормально это все дело выдерживает. Также у стабилизатора, можно сказать, есть двойная защита. Помимо основной защиты, у него также присутствует еще реле напряжения с отдельным микропроцессорным управлением. То есть, у вас будет и защита и импульсных токов, и сверхвысокого, сверхнизкого напряжения, и от перегрузки, и ключей, и трансформатора, и от перегрева, и от короткого замыкания. В принципе, практически все возможные виды защиты в этом стабилизаторе уже предусмотрены. Очень классным преимуществом Prime Plus является то, что тут также лакированная плата, благодаря которой вы можете его ставить даже не в самых сухих помещениях, или не в самых отапливаемых, потому как обычно нужно, чтобы сухое было помещение для стабилизатора стандартного, и чтобы от нуля как минимум работали. Для данного стабилизатора это не очень важно, даже повышенная влажность, благодаря тому, что плата лакированная. И вот некоторые клиенты даже у нас используют его в уличных условиях, ну понятно, что под козырьком, чтобы прямых попаданий, ну он дополнительно как-то сбоку-сверху защищается, чтобы осадки там никакие не попадали в него. И вообще, ну производители, это Мариупольский завод производитель, они нам пообещали, что если мы там сможем вывести из строя, вот например, даже этот стабилизатор, то будет там какой-то бонус, поэтому насчет качества стабилизаторов есть уверенность, что они, и в принципе они еще ни разу не ломались, они понемногу продаются, но не ломаются они пока еще вообще. Поэтому мы вот предлагаем вам попробовать протестировать, можете к нам приехать протестировать и ознакомиться с этим товаром уже в живую, посмотреть, как он выглядит. Ну вот, кстати, по поводу внешнего вида, давайте мы вам... Значит, вот он выглядит так достаточно мощно, тяжеленький, и, ну вот если... Ну, здесь цифровый дисплей, который мы отдельно рассмотрим, здесь указываются все характеристики стабилизатора. Сбоку, вот, есть сбоку вентиляционная решеточка, и здесь, и, опа, и слева. Также он может подвешиваться на... Вот, например, ух, пожалею на кашу. Вот, также он может и подвешиваться, либо стоять так же само, как вот сейчас он стоит. Кулер сзади находится в этой модели, трансформатор вот крепится. Подключение... Вот здесь подключение достаточно простое, потом оно закрывается вот так вот крышкой, вот переключатель, в клоу, в клоу. Есть режим транзита, так как мы его уже выключили, например, давайте переведем его в транзит. И теперь рассмотрим еще в режиме транзита, как он будет себя вести. Вот мы включаем, видим, что свет появился, но на табло ничего появляется. Это значит, что входящее напряжение, что на входе, что на выходе, то же самое напряжение. Он ничего не делает, не стабилизирует никак, просто через себя пропускает напряжение. Вот, так же вот заземление сверху есть, если есть, подключаем. Ну, теперь давайте вот как раз сейчас мы выключим стабилизатор и рубильник переводим в режим стабилизации. И теперь включаем, и посмотрите, как он включается. Вот пишется версия, название модели, диапазон стабилизации, ну, сколько ампер, и теперь уже сразу отображается его рабочий дисплей. Дальше мы рассмотрим уже, как будет стабилизатор реагировать на скачки, которые мы будем с помощью латера миглировать. Что касается моделей 18000 SMTO Prime Plus, то наиболее часто эти стабилизаторы уже заказываются, в основном, это производство, там, где они способны выдерживать пусковую перегрузку, но вот этот стабилизатор может, там, до 22 кВт перегрузку, он выдерживает это. Также, как вариант, могут еще вот такие стабилизаторы ставиться, например, в больших загородных домах, там, где большая нагрузка на фазу идет, и очень часто там, где электрические котлы. Вот котлы есть такие, например, часто встречаются на 24 кВт трехфазные, это по 8 кВт на каждую фазу, и там еще электрическое отопление какое-то. Вот 18-ки в этом плане очень помогают. Офисные помещения тоже брали у нас такие стабилизаторы. Поэтому 18-ка, это там, где вам надо практически больше 20 кВт. Если нужно, то нужно и 18-ку также рассматривать. Что касается всех стабилизаторов Prime Plus, все линейки, они находятся в абсолютно одинаковом корпусе. Ширина его 300 мм, высота 535 мм, и 195 мм глубина, либо толщина. То есть, все, что 7-ка, что 18-ка, в одном корпусе находятся. Что касается комплектации стабилизаторов Prime Plus, то покупая его, вы получите сам аппарат, ну, крышечка вот, здесь она уже будет прикручена, паспорт, паспорт, он же инструкция, гарантийный талон, внутри будет вложен, тут отмечается, дата продажи, печатка ставится, серийный номер, когда был продан, и от этой даты продажи, там три года или больше будет уже гарантия на этот стабилизатор. Ну, и вот в такой вот коробке тут упаковочный стрейч есть, пенопласт, вот это вы получите. Ну, а теперь давайте рассмотрим уже, как он, этот стабилизатор, его дисплей, что он показывает, и как реагирует он ходящим напряжением. Вот, если мы включаем, указывается версия программного обеспечения, модель, диапазон, погрешность, и вот, номинальный итог, все, кумберт. Первый режим, это нормальный режим, либо, если тут аварийный будет режим, тут будет указана ошибка, и написано аварийный режим. Первый, это входящее напряжение, это уже выходящее, то, что мы видим, нагрузки нас нет, если у вас там будет нагружено, то будет сколько-то там процентов. Нагрузка текущая, но нет нагрузки, вот, мощности у нас, и допустимая нагрузка при 150, вот, у нас сразу указывается, очень круто, удобно, то есть, вы сразу видите, видите, чем ниже входящее напряжение, тем сразу автоматически просчитывается допустимая нагрузка, такого, как бы, я еще, честно говоря, не видел, чтобы где-то было, указывалось, такое, что вам автоматически, то есть, видите, при 190, он уже там, ну, или вот, нужно посмотреть, при 284, и так далее, вот, если мы дальше переключим, видите, при повышенном, уже потери мощности не было, наработка в днях, то есть, 0 дней он работал, то есть, вы можете посмотреть, он бушный вам продавался, или новый, классный, вот, входящий ток, выходящий ток, температура, ключи, температура трансформатора, защитные, 90 ампер, и тут, напряжение, защита, 295, и 80 по нижнему, 295 по верхнему, ну, и тут еще дополнительный, можно, как бы, тут есть, максимальная, ну, история, тут есть запоминание на 20 последних событий, или, по-моему, 72 часа, если я не ошибаюсь, нужно просмотреть максимальное пиковое напряжение, токи, нагрузки, среднее тут высчитывать, ну, вообще, тут, как бы, можно дополнительно еще больше вытянуть информации, это уже в инструкции все отмечено, ну, в общем, вот такой, почти компьютер, монитор, очень много инфы, очень интересный, вот, теперь мы посмотрим, например, входящий, понижаем, сразу видно, у нас там его входящего, допустимая на русско, вот, возьмем его 115 вольт предельные, 115, вот, 315, он выдает 210, все, что заявлено, соответствует, и теперь мы опускаем низкое напряжение, видите, сейчас мы до 80 будем отпускать, он работает, если будет, вот, сейчас это мы быстренько поднимем, то он не выключится, а если мы будем ниже 80 держать продолжительное время, то тогда, вот, защита, у нас такая, ну, напоминаю, что вот это мы сейчас на 11, у вас в видеообзоре, в вашем, можем мы сразу, вот этот, один аппарат, показано несколько видеообзоров, то есть вы ориентируетесь, что, вот это допустимую нагрузку, 8,4, то есть если вы, ну, это на примере 11, мы рассматриваем, то есть в вашей 7, 14 или 18, там другие, немножко параметры, это вы учитываете, вот, и при повышенном, тут в принципе, как уже мы смотрели, 285, ну, тут чуть больше, но мы сделаем 279, и уже соответствует выходящее напряжение, в общем, по функционалу, по нафаршированности, насыщенности, аппарат очень крутой, навороченный, советуем, защищает все от всех проблем в сети, и не будет вам проблем с ним. Интернет-магазин 740 является официальным дилером по продаже стабилизаторов, Prime Plus на всей территории Украины, официальным дистрибьютором данного бренда по Киеву, приглашаем в сотрудничество, продаем как оптом, так и розницу, если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, наши стабилизаторы работают на 20-30% дольше, чем у конкурентов, мы поддерживаем полностью гарантийное сервисное обслуживание, если вдруг по какой-то причине вам нужно осуществить возврат обмен в течение 14 дней, по законодательству, мы это, конечно же, все поддерживаем и осуществляем. Если у вас остались какие-либо вопросы, после нашего видеообзора звоните, мы обязательно подскажем, проконсультируем, заказывайте аппараты, будем рады сотрудничеству с вами, и спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.